Транснефть Крупнейшая в мире трубопроводная компания Государственный оператор российских магистральных нефти и нефтепродуктопроводов Производственные процессы транснефти напрямую зависят от централизованной работы высокоскоростных сетей связи Вне зависимости от внешних факторов, непрерывная работа инфраструктуры транснефти и ее дочерних организаций обеспечивается технологическими возможностями телекоммуникационных сетей Бесперебойность работы достигается благодаря отказу устойчивому оборудованию, резервированию каналов связи и своевременной модернизации Устранение повреждений на линиях связи выполняют аварийные бригады Плановое время восстановления в данном случае 12 часов с учетом дороги до места проведения работы Надежная связь – залог стабильной работы всей трубопроводной системы Связь «Транснефть» – дочернее общество компании «Транснефть» Единый сетевой интегратор и оператор связи системы магистральных трубопроводов Связь «Транснефть» обеспечивает объекты системы магистральных трубопроводов Всеми видами технологической и оперативно-производственной связи Телекоммуникационная сеть «Связь «Транснефть»» формируется с использованием различных линий связи Кабельных и радиорелейных линий, спутниковых каналов связи Кабельные линии подразделяются на медножильные и волоконно-оптические Медножильные кабельные линии используют принцип передачи информации в виде электрического сигнала по металлическим проводникам Скорость обмена данными по сетям производственного назначения составляет 10 Мбит в секунду Волоконно-оптические линии связи или ВОЛС — это высокоскоростные каналы для передачи информации на значительные расстояния Скорость обмена данными по оптоволокну в тысячи раз выше, чем по медножильным кабелям Электрический сигнал преобразуется в оптический и передается по волоконно-оптическому кабелю В приемном устройстве сигнал вновь преобразуется в исходную электрическую форму Медножильные кабельные линии выводятся из эксплуатации и заменяются волоконно-оптическими более надежными, безопасными, высокоскоростными линиями связи Радиорелейные линии используют принцип многократной передачи радиосигнала между стационарными объектами Данный вид связи организован на территориях с суровыми климатическими условиями Вечная мерзлота, водотоки, болота, сложный ландшафт Словом, там, где прокладка кабельных систем нецелесообразна Для функционирования радиорелейных линий связи необходимы антенно-мачтовые сооружения Их размещают на возвышенностях в пределах прямой видимости относительно друг друга Так обеспечивается необходимый уровень качества передаваемого сигнала Высота мачт достигает 200 метров Максимальное расстояние между двумя мачтами — 45 километров Спутниковые каналы предназначены для резервирования основных линий связи Они используются также для организации связи в труднодоступных регионах В период строительства объектов магистральных трубопроводов Для организации каналов видеонаблюдения с мест проведения аварийно-восстановительных работ Передача сигнала осуществляется между двумя земными станциями спутниковой связи С помощью ретранслятора на спутнике Преимуществами спутниковых каналов являются Обеспечение связи между станциями, расположенными на больших расстояниях Возможность обслуживания абонентов в труднодоступных точках Благодаря сформированной телекоммуникационной сети Связь Транснефть предоставляет следующие услуги связи Технологическая связь Диспетчерская, селекторная и телефонная связь Видеотелефонная и видеоконференц-связь Корпоративная компьютерная сеть Подвижная радиосвязь Связь Транснефть использует практически все известные на сегодняшний день Аналоговые и цифровые технологии Это позволяет обеспечить высокий коэффициент готовности сетей связи Связь Транснефть создает единое информационное пространство И мультисервисную корпоративную сеть Организаций системы Транснефть Что обеспечивает эффективную работу Российских магистральных нефти и нефтепродуктопровода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова